Беспокойство жителей ДНТ «Радуга» вызвала строительная техника, проводящая работы в районе дамбы. Земляная насыпь призвана оградить новый поселок от подтопления в случае половодия или выхода на поверхность грунтовых вод. Я, конечно, некомпетентный товарищ, но меня это беспокоит. Там они уже подрывают. Такая большая дамба была, и она будто бы окрепла, уже травой покрылась, все. Они с той стороны ее подрывают. Вообще водная стихия – это непредсказуемая вещь. Не знаешь, с какой стороны она прорвет. Как выяснилось, работы по ту сторону дамбы проводит компания «Ермак». Причем на законных основаниях и согласно утвержденному проекту. Сейчас территорию огораживают забором, чтобы исключить попадание на объект бытового мусора. А часть дамбы, по которой проходит временная дорога, напротив, укрепили бетонными плитами. Мы не разрушаем дамбу и не угрожаем безопасности местных жителей, работая строго на своей отмежованной территории, говорит глава компании. В нашем проекте есть своя, вроде упаводковая дамба. Мы превратились на сегодняшний день в дальнейшее разрушение дамбы, потому что частники приезжают и грузятся фронтальными погрузчиками и руками, значит, в микрике. Это мы уже приостановили. Копают у дамбы те, кто потом нелегально продает гравий и щебень, говорит глава «Ермака», показывая возле раскопанного кем-то участка следы от лопаты и отпечатки протекторов автомобилей. Копатели не смущают установленный предупредительный щит и прорыв дамбы, видимо, не пугает. Я бы хотел узнать, почему, на каком основании, в затопляемой зоне, которая уже при моей бутной четыре раза затоплялась селенгой, почему построили эти ДНТ. Через пару лет здесь планируют открыть зону отдыха для любителей рыбалки. Небольшой пруд с различными видами рыб, островок и облагороженная прилегающая территория, не предназначенная для купания. То есть, дикий отдых с разжиганием кострич и распитием спиртного на берегу здесь будет исключен. Алексей Ванагаев, Александр Хомаганов. Новости дня.